Единственная духовная жизнь, которая вам нужна, — это не реагировать. Это спокойствие, величайшая сила, которая есть внутри каждого. Если вы научитесь быть спокойным, вы решите все проблемы. Это нечто, что вы всегда должны помнить. Когда вы абсолютно спокойны, нет времени ни на что. Карма, иллюзии, все становится ничтожным и пустым, если вы остаетесь спокойным и безразличным к ситуации или ее исходу, включая то, что может произойти завтра. И тогда все в порядке, нет нужды беспокоиться. Самый важный аспект духовной жизни — избегать реагирования или попыток изменить других, а вместо этого — практиковать отсутствие реакции на что-либо вообще, жить в настоящем моменте и избегать размышлений о прошлом или беспокойства о будущем. Когда вы сосредотачиваетесь на так называемом будущем, ваше внимание поглощается им. И по мере того, как ваше внимание направляет энергию, возникают все новые и новые мысли, приводя к тысячам ложных сценариев и решений. Это чистая иллюзия, и те, кто называют других иллюзорными, сами являются рабами ложной реальности разума. Эти атаки разума вызывают значительные боли, но есть простой подход к их преодолению. Это прямолинейно, но вначале может быть трудно и неприятно практиковать, не реагировать ни на что. Отсутствие реакции — самый эффективный подход. Для преодоления тенденции реакции важно доверять своему внутреннему «я» и отказаться от всех усилий. Понимание природы осознанности критично, потому что оно может привести к быстрым результатам. Быть внимательным к силе, которой вы обладаете, важно, потому что осознанность — это целительная энергия, пропитанная чистой любовью. Сознательное выравнивание с вашим существом и отсутствие реакции на что-либо позволяют вашему телу и разуму начать самовосстановление. Важно наблюдать за своими мыслями и эмоциями, не идентифицируясь с ними или не реагируя на них. Это позволяет эмоциям течь и освобождаться, направляя целительную энергию к ним. Не унывайте, если вначале кажется трудным. Просто продолжайте практиковать опыт отсутствия реакции. Помните, что это не об умственной деятельности, а о том, чтобы отпустить усилия и доверять своему существу. Этот процесс может показаться страшным для вашего эго и его запрограммированности. Это может вызвать дискомфорт в вашем теле. Однако вскоре вы обнаружите, что вы не тело и не разум, поскольку начнете воздерживаться от реакции. Вы поймете, что вы даже не контролируете происходящее. Мысли возникают в сознании самостоятельно, а эмоции в теле приходят и уходят сами по себе. Вы увидите, что все просто происходит. И это осознание может быть очень трансформационным. Жизнь просто течет. И когда мы сопротивляемся этому течению, мы страдаем. Внешний мир — это проявление вашего собственного разума, ваших собственных мыслей и вашего воображения. Если вы создали этот мир, единственный способ пробудиться — это через молчание, а не через анализ фактов, разделяя на хорошо и плохо, а скорее через простое молчание, отказ от всех концепций, всех догм и концепций, отказ от этих вещей ежедневно. Величайшая истина — исключать, а не добавлять. Поэтому полностью опустошите себя от всех своих идей, ваших эмоций. Все должно быть опустошено. И когда вы станете полностью и абсолютно пустым, вам не нужно ничего делать, чтобы снова наполнить себя. Просветление — это пустота, это само собой, это ваша истинная природа. Но вы все равно думаете, осуждаете, делаете заключение и пытаетесь решить свою жизнь. Отпустите полностью, абсолютно полностью, отпустите настолько полностью, что вы не почувствуете ни тела, ни ума, ни личности, ничего. Вы не превратитесь в овощ, где вы просто сидите, как полено, и размышляете о своем пупке. И если вы меня правильно слышите, для всего, что вы делаете прямо сейчас, вы почувствуете себя счастливее, чем когда-либо в своей жизни. Потому что вы осознаете, что ничто из этого не имеет значения, вы поймете, что на самом деле никто ничего не делает. Основная практика медитации проста. Сядьте в удобной позе, расслабьте тело, закройте глаза, затем успокойте ум и прекратите думать. Хотя это может показаться простым, но если вы новичок, то через три секунды после начала этой практики ваш ум начнет блуждать, и вы будете наслаждаться одной завлекательной фантазией за другой. После мечтаний о чем-либо в течение десяти минут вдруг вы осознаете, что ваш ум блуждал, и начнете снова. Расслабьте тело, немного опустите челюсть и расслабьте мышцы вокруг глаз. Отпустите это. Опустошите свой ум. Без мыслей. На этот раз, после целых пяти или шести секунд спокойного молчания, ваш ум снова начнет блуждать. Это немного, но это прогресс, поэтому вы делаете это снова и снова. Это может занять недели или месяцы практики, чтобы достичь длительных периодов, когда ум остается спокойным. Занимаясь этой практикой, вы в основном перепрограммируете свою нервную систему, даже если вы этого не замечаете. Вы начнете чувствовать себя физически и умственно лучше. Вы будете видеть мир более ясно. В результате этой практики ясность и равновесие медленно, но верно просачиваются в подсознание, перепрограммируя нас на самых фундаментальных уровнях. Некоторые техники медитации включают в себя ментальное повторение звуков, слов или фраз, чтобы помочь удерживать внимание ума. Другие обучают вас визуализировать сложные узоры, а другие просто включают наблюдение за своим дыханием. Существует множество вариаций. Одним из более популярных методов сегодня является метод, называемый осознанностью. Это адаптированный вариант буддийской практики, называемый випассана, что в переводе буквально означает «видеть различными способами». Цель заключается в том, чтобы видеть вещи такими, как они есть, а не такими, какими они могут показаться. Есть только одно — это сознание. И когда вы следуете за личным «я» к источнику, оно становится универсальным «я», которое есть сознание, и вы начинаете видеть себя, начинаете осознавать свою божественную природу, и вы делаете это, будучи тихим. Это самый быстрый способ осознать быть тихим. Когда возникает мысль или чувство, последует реакция. Это такая рутина, что вы даже не замечаете, что каждая мысль и эмоция вызывает реакцию, в результате чего вы полностью зависите от своих мыслей и эмоций, живя на автопилоте. Все, на что вы реагируете, является продуктом разума. Только ум злится, только ум становится упрямым, только ум хочет регулировать, контролировать и испытывает боль. Но если мы овладеваем своим разумом, тогда где же здесь место для гнева? Где депрессия и где реакции на ситуации? Они не будут существовать. Пробужденное состояние — это вечный мир. Мир — это суть сознания. Сознание всегда мирно, всегда счастливо и не имеет ничего общего с условиями. Все условности происходят из разума. Не пытайтесь изменить условия, не пытайтесь изменить ситуации. Каждый раз, когда вы используете свой разум, чтобы что-то изменить, вы раздуваете свое эго. И это приводит к еще большим проблемам. Практикуйте быть свидетелем и развивайте спокойствие в своем уме. Научитесь понимать свои мысли и эмоции, не реагируя на них. Спокойный и безмятежный ум, подобно спокойному озеру, может отражать красоту своего окружения, в то время как бурное озеро не может отразить ничего. Успокойте свой ум. Когда ваш ум спокоен, вы можете наблюдать, не привязываясь. Наблюдайте свои мысли и позвольте им уйти, не пытаясь ничего менять. Когда вы увидите свои мыслительные шаблоны, просто позвольте им приходить и уходить. Когда вы увидите их, у вас будет выбор, принять их или сделать по-другому. Не впадайте в свои мысли и не боритесь со своими эмоциями, просто наблюдайте за ними. Не удерживайте свою злость, не реагируйте на свои сомнения. Просто осознавайте себя и то, кто вы на самом деле. Все остальное — это проекция вашего разума, и этот мир — оптическая иллюзия. Вы смотрите фильм и видите происходящие там вещи, но затем вы ловите себя на мысли и говорите, «Это всего лишь фильм». Такова и жизнь. Такова и жизнь. Если вы наблюдаете все, что происходит в жизни, вы наблюдаете, вы видите, никогда не реагируете. Вы ни за, ни против. Если вы понимаете это, вы становитесь свободными. И если вы то, что вы ищете, то ответ всегда внутри вас самих и во внешнем мире его нет. И так, заберите свою энергию обратно от вещей, которые вам не служат. Просто будьте. Будьте внутри себя и позвольте буре прийти, потому что она всегда пройдет. Все приходит и уходит, но вы как осознанность или божественное сознание всегда присутствуете. Станьте осознанными этого чувства осознанности и перестаньте реагировать на объекты внутри осознанности, которые приходят и уходят. Просто оставайтесь с собой глубоко внутри себя. Вы — мир. Вы — беспредельность. Вы — наблюдатель опыта, а не их жертва. Вы воплощаете все вещи. Вы — сама суть любви, подобно пространству, которое остается неизменным от того, что движется сквозь него. Просто будьте, отпустите необходимость верить в себя с убеждением или сомнением. Вместо этого полностью познайте себя без колебаний. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok